Вот было бы здорово, если можно было бы снимать офис на большое количество людей и желательно, чтобы они были где-то все около моего профиля. Но тогда этой идеей ставилась только идея, это было, наверное, уже лет шесть назад. И как-то она постепенно где-то витала в воздухе, я потом забросила свое агентство, ушла работать на работодателя, занималась рекламой и все равно приходила к той мысли, что я хочу заниматься своим делом, я не смогу работать на кого-то, мне это очень сложно. И у меня был небольшой простой в работе. И я узнала про обучающую программу MBA-регион. И тогда я вспомнила про свою давнюю идею, а если вот снять большой офис и сдавать людям отдельное помещение. И когда я пришла к тьютеру с этой идеей, она на меня посмотрела и сказала, вы хотите открыть каворкинг? Я даже слова такого не думала, говорю, что? Она говорит, ну каворкинг, где в одном помещении сдаются рабочие места. Я говорю, ну значит так. Я даже расстроилась немножко, думаю, надо же, кто-то уже придумал. И у меня такая была гениальная идея. Я посмотрела в интернете, да, на самом деле это существует. Я проанализировала рынок, посмотрела, что есть. Поняла, что на рынке есть обычные каворкинги, достаточно офисные. Все серые мебель, серые стены, все в офисном стиле. И тогда на рынок выходили лофты. Мельница, трава. И тогда у меня появилась идея, что интересно было бы креативным творческим людям, таким как я, сидеть вот в таком помещении, в каком-то креативном пространстве, совершенно безумном. И, собственно, выйдя из МБА региона, у меня уже на руках был бизнес-план, готовый проект, готовая идея. И, естественно, идея уже была ориентирована на творческих людей. И одной из фишек это было помещение в стиле лофт, что-то необычное. Сам стиль будет необычный, и он будет привлекать необычных людей. Это будет такое хорошее сито для целевой аудитории, потому что до сих пор в наших стенах некомфортно людям без творческой жилки. Они приходят, смотрят, говорят, ну, да, здорово, но не мое. Тем самым мы как бы отсеиваем целевую аудиторию, и остаются вот те, кому это все близко. И мы нашли мельницу, познакомились с тогдашним арт-директором Игорем Антроповым, и благодаря даже, наверное, Игорю получился продукт, который вот есть сейчас. Коваркинг профсоюз. То есть изначально было название профсоюз, оно было еще с МБА, потому что была идея именно профсоюза такого, какого-то сообщества творческих людей. Хотелось их всех объединить, чтобы они внутри этого профсоюза работали, с друг другом общались, как-то сотрудничали, помогали. Вот, и сложилась некая комьюнити людей, которые ходят на наши мероприятия. Кто-то садился у нас работать, кто-то просто приходил в гости. Иногда бывало просто даже работа вставала, потому что кто-то приходил в гости, и мы весь день сидели общались. Со всеми резидентами человек пришел в гости, и мы с ним общаемся, а потом человек уходит часов в 7-8 вечера, и все сидят до 2 часов ночи работать, потому что весь день сидели общались. Вот, и как будто это очень сильно привлекало людей, сторонник именно прийти, к нам пообщаться, познакомиться, поговорить. То есть сама Мельница очень интересное помещение, интересный лофт, но оно было далеко, и людям было неудобно ездить. То есть они приезжали в гости, смотрели, но оставаться работать не все хотели. Вот у нас есть костяк резидентов, которые с нами еще с Мельницы, которым настолько хотелось сидеть в лофте, что они готовы были ездить, они готовы были ходить пешком, через фабричную, и все устраивало. Вот они до сих пор и с нами, эти ребята. И когда у нас вот прошли такие немножко уже шаткие проблемы по финансам, у нас появились ребята, собственно, из МБА-регион, основатели МБА-регион, Сережа Борисов и Женя Бурданюк, и они пригласили меня на площадку, на которой сейчас мы находимся, клуб бизнес-коммуникаций «Фронт офис». То есть идея проекта – это объединить в своих стенах предпринимателей, фрилансеров, тоже людей креативных, творческих, каких-то предприимчивых, которые что-то где-то пытаются делать. Сложно, наверное, быть творческим и при этом финансово продуманным. Хотя креативность – это способность разума принимать какие-то нестандартные решения. И в предпринимательстве, в бизнесе оно в том числе очень важно, это качество. То есть можно назвать бизнесменов креативными людьми. То есть они мыслят немножко нестандартно, и уже что-то у них получается.